Масса людей задумывается о том, чтобы начать делать бизнес на ЧПУ, но задаются логичным вопросом. Как посчитать окупаемость станка? Через сколько он отобьется, так сказать? Давайте попробуем с этим разобраться. Меня зовут Виктор, это канал Лазеркат. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать формулу окупаемости станка. И не просто формулу, а с конкретным примером и цифрами. Итак, расчетный период для удобства возьмем в год. И для примера выберем самый продаваемый и популярный станок Watson с рабочим полем 600 на 900. Он просто волшебный. Крепкая рама, толстостенный корпус. Встроенная защита от перекрева и индуктивные датчики. Усиленное соединение шлангов для более мощного давления, чтобы иметь чистый рез. Да и вообще он проходит трехэтапную проверку качества перед продажей. Продуманная конструкция, начиная от шаговых двигателей и заканчивая вытяжкой. Станок хорош, но сколько он будет окупаться? Для расчета стоимости владения станком нам нужно знать. Стоимость самого станка. Watson 6090 LT с чиллером на данный момент это примерно 470 тысяч рублей. Лазерная трубка. 80 Ватт обойдется примерно в 20 тысяч рублей и меняется меньше, чем раз в год. Фокусирующая линза. Стоимость примерно 3 тысячи рублей и меняется 4 раза в год. Зеркала. 3 штуки по 3 тысячи рублей. Частота смены примерно 2 раза в год. Энергопотребление. Это полтора киловатта в час. Стоимость примерно 7 рублей за киловатт. И вот такую формулу мы получаем. Изучайте. 470 тысяч рублей сам станок. Лазерная трубка. 15 тысяч рублей. Фокусирующая линза. 16 тысяч рублей. Зеркала. 18 тысяч рублей. И энергопотребление. 14 тысяч рублей. Получается 533 тысячи рублей стоимость владения станком за год. Еще раз. Сам станок. 470 тысяч рублей. Стоимость владения. 63 тысячи рублей. В год. Кажется, что все просто. Вот она формула. Но на практике получается все совершенно по-другому. И вот почему. Мы не учли простой, а конкретно время простое. Но что же может повлиять на время простое? Сам станок может работать 24 на 7. Но есть немаловажные факторы, которые могут помешать ему это делать. А именно. Частота поломок. Время и срок ремонта. Поиск и ожидание запасных частей. Наличие заказов. И косвенные признаки, такие как эффективность конструкции станка и эффективность работы на нем. Так мы подходим к пониманию, почему одни на станке зарабатывают, а другие нет. При одинаковой загрузке на хороших станках время простое будет меньше. И вот почему. Чем реже станок ломается, тем больше он работает. И это логично. Чем лучше организован сервис станка, тем быстрее устраняются неисправности. И это тоже логично. Чем доступнее запчасти, тем больше их на складах, тем меньше ожидания их доставки. А чем они качественнее, тем они ломаются меньше. И опять получается логично. Чем эффективнее конструкция, тем стабильнее работа станка и качественнее результат. К примеру, зона дымоудаления у станков Платсон благодаря конструкции на 70% эффективнее обычной. И так со всеми узлами. А еще, чем лучше оператор станка знает оборудование, тем быстрее проходит работа на станке. Для этого должна быть отлаженная система обучения. У хороших станков она есть. К какому итогу мы приходим? Формула окупаемости существует. Перемножаем стоимость самого станка. Расходников это лазерная трубка, фокусирующие линзы, зеркала. Плюсуем электричество и учитываем время простоя. Получается идеальный вариант, куда мы добавляем загрузку станка. Ту, что сможем обеспечить. И вот он, расчет стоимости. В котором мы увидим, что качественное оборудование намного выгоднее в итоге. А еще продукция, которая произведена на качественном оборудовании, намного лучше. Что косвенно тоже влияет на загрузку. Вот она, формула успеха. Меня зовут Виктор, это был канал Лазеркат. Я знаю, что у вас много вопросиков в формуле. Задавайте их в комментариях. Но на практике получается совершенно по-другому. И вот почему. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...